Приветствую вас дорогие зрители на канале Михаил Ищтопи Геймс. У меня в инвентаре есть карта лейтенанта и дискетка с координатами. Это все хотел я объединить в этом нашем видео. Отправиться туда я буду конечно на чопере. И получилось бы такое неплохое видео, где мы бы увидели лут из крутых ящиков в Last Day on Earth Survival. Давайте сразу же отправимся в бункер, активируем нашу дискету, потом отправимся после этого сразу же в полицейский участок. Там активируем наши карты лейтенанта, одну наверное поменяем все-таки на карту капитана и залутаем один синий и три зелененьких ящика. Сейчас также, прежде чем это все сделать, нужно опуститься в бункерец Альпец в логово, можно так сказать в кабинет к инженеру, который нам дает маленький бонусец активировать дискетки. Ну и также у него же меняются найденные ресурсики на хард режиме бункера и получается, что их вы можете обменять на дискетку. Вот наш инженерик, вот эти ресурсики, меняем дискетку, получаем. А здесь, вот в этом терминале активируется дискета. Сейчас мы ждем активации, данные получены. И по этим данным получаем прикольненький, хорошенький ивент, на котором можно найти собачку. Ну, то есть щенка в коробочке и, естественно, один из самых лучших ящиков, которые только могут быть в игре ЛСД Юнор Сурвайвл. И даже, наверное, самое уникальное, единственное место, где можно найти грандометов, фэнскар, ну, если не считая рейды. Вот так, ну и отправляемся на глобальную локацию, глобальную карту. Конечно же, следовать мы будем в полицейский участок. Так, вот же она, вот эта территория, нет, это каменные холмы, а нам нужна территория Н50-110. Вот эти координаты, по ним находятся ящичек, в которых лежит именно тот топовый лут, которого мы ждем. Которого мы ждем увидеть. Первое, мы заходим в полицейский участок и будем пробовать залтать все, что заранее запланировали. Так, настало время подойти к нашему, я даже не знаю, это тоже инженер? Нет, это рейдер. Которого просто куча карточек. Ну, я так понимаю, бесконечное количество карточек. Нифига бы его круто было бы завалить и забрать все карточки, которые только возможно. Убивать мы сегодня никого не будем. Чисто лутаемся. Чисто лутаем. Один, два, три. И бонусный четвертый синий ящик. Опа-на. Итак, мне нужно оружие. В зеленых ящиках мы находим ящик с оружием. Железная труба и мачете. И также чертежи, которые как бы у нас уже есть. Но я так понимаю, что ресурсики вот эти помогут нам в дальнейшем выживать. Этот ящик приносит нам еще один мачете. На пистолет этот модуль тоже есть. Следующий ящик уже модуль на винчестер. Но даже на этот модуль у меня тоже есть. О, дробовик. Неплохо, неплохо. В синем уже лут получше. Вот и синий, конечно же, чертежик. Усиленный приклад. Не знаю, зачем он. Но говорят, что винчестер намного лучше начинает стрелять, когда его модернизируешь. То есть на него модульки навесишь. Ну а пока я понимаю, что забирать мы будем только, наверное, бронь вот эту заберем. Заберем также, наверное, аптечки стальные пластины. То есть то, что нам понадобится в ближайшее время для выживания. Электроника. Можно клеец забрать клей. Хотя давненько он им уже не пользовался. Ну давайте и оружие ближнебойного тоже наберем себе. Оно лишним никогда не бывает. Труба. Электроника. И поехали, поехали. Клеек. Я так понимаю, что за остальным мы придем буквально через несколько минут. Но сначала отвезем вот этот лутец на базу и посетим территорию, которую мы активировали в бункере Альфа. У инженерика. Так, ну что, отправляемся на базу и обязательно нужно выложить все, что у нас есть. Потому что мы отправляемся на шикарнейшую территорию, на которой как бы лута завались тоже. И нужно будет свободное место, чтобы его отвезти, привезти. Ну за один раз. Хотелось бы. Так, ну давайте, давайте выложим все, что у нас имеется. Выложил все, что у меня было в инвентаре, чтобы максимально освободить свой рюкзачок. Мы нажимаем ехать и отправляемся именно на ту локацию, где будет этот ящик, за которым так долго собираешь эти ресурсики на хард уровне бункера Альфа. Нажимаем ехать и понимаем, что сейчас у нас будет или ящик с надписью армии черный, или конечно же зараженный ящик, который нужно будет в кислотной ванне целый часик ждать, пока он очистится. Лут бывает и в зараженном ящике крутой, бывает и в армии крутой, но бывает и наоборот. Лут не особый. Сейчас мы скрестили пальцы и я так понимаю, прежде чем все сделать, нужно проверить, есть ли на этой территории щеночек. Щеночки, ну я думаю, что должны уже, понятно же, сколько мы их собираем, что, ну должна уже выпасть этот, должен этот верный друг выпасть. И я все-таки с надеждой ищу всех щенков и забрасываю себе в вольер. Нашел я ящик, этот ящик просто с надписью армии, я так понимаю, что в нем, ну то есть самое главное, что теперь не нужно его ввести в кислотную ванну. Опа-на, нормально, нереально, это модуль, доступен новый модуль на фэнскар, калаш, два заряда С4, целый сет бронеспецвойск, немаловажно, кольт, кольт, нормально. Микросхема, часть двигателя, алюминий, стальные и железные слиточки, ну бензин и все то, что так, ну не знаю, не то, что редкое. Все то, что так, помогает нам выжить в этом постапокалиптическом мире. Часть, конечно же, лута мы сразу выложим в чоппер, чтобы максимально забрать все с этого ящика, ничего не оставить, потому что второй раз не всегда охота приезжать сюда и бывает этот лут сгорает. Так, есть. Теперь в режиме стелса быстренько попробуем зачистить и все-таки найти нашего щеночка. Но, как показывает практика, если сразу щеночка не нашли, то уже его можно и не искать. Но зато токсический толстяк всячески поможет нам выполнить задание у райдеров, убить 15 токсических толстяков. Пока что никаких признаков щеночка. Я так понимаю, что может быть случилось такое, что щеночка здесь вообще нет. Писал, вернее, читал я комментарии и, получается, пишут мне парни, что нужно выехать на глобальную карту, посетить любую ближайшую территорию и вернуться назад на локацию с дискеткой, которая нам дала дискетка. Итак, мы так и делаем. Возвращаемся назад и здесь должен появиться щеночек в коробке. Интересно на это посмотреть и именно этим мы и займемся. Сейчас попробуем посмотреть, появится ли или нет. Так, прибыли мы вновь на территорию, но никаких признаков, никаких щеночков здесь нет. Может быть, это связано с тем, что мой персонаж воняет и щеночек не особо хочет приходить к нам. Да, лута не обновилась. Было бы прикольно, чтобы лут постоянно обновлялся. Щеночков нет. Ну, может быть, если это сделать еще разочек, но это уже на видео мы не будем делать. Надеюсь, что если парочку раз так сделать, то щеночек объявится. Ну, а пока что, наверное, отправляться нужно на базу. Выложить все, что мы сегодня добыли или добили. И огнестрельчик, ребят, и редкие ресурсы, и броня. Все это есть. Даже немножечко аптечек подфармили. Я так понимаю, что вот и все. Вот и закончилось лутание наших редких ящиков. Надеюсь, вам это понравилось видео. И вы заслуженно лайкните этот видосик. Также, ребят, не забывайте подписываться на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить обновленные версии видео. И пишите годные комментарии. Всем удачи. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok